Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот говоря о запеченных томатах, когда я выложила рецепт томаты запеченные, очень много пришло вопросов, комментариев со вопросами, а можно ли их как-то сделать заготовку такую для длительного хранения на зиму. Меня, конечно, эти вопросы очень и очень удивляют, потому что на канале есть специально плейлист огородная кулинария, и там есть подробные видео, прошлогодние, позапрошлогодние, как я вот эти запеченные томаты, как я путем стерилизации делала заготовку на зиму, потом в январе было видео дегустация запеченных томатов зимой через полгода, все есть, все есть, я не знаю, может быть люди не умеют, или жалко им времени своего, ну как они думают, что зададут вопрос, и тут же я сяду и начну печатать подробный ответ, как я их на зиму. Этого, конечно, не будет, мне сейчас некогда, тем более информация вся есть, очень подробная. Я делала один раз в масляной заливке, хранится в холодильнике, один раз делала, стерилизовала вот в таких баночках, хранится бесконечное количество времени, в подвале хранила. И сейчас я в этом году первый раз сделала томаты запеченные, замороженные. По совету зрителей, кто-то вот попробовал так сделать и пишет, что никакие свойства не теряет этот продукт, и зимой, если просто при комнатной температуре выложить их, дождаться размораживания, и они такие же вкусные, очень вкусные. Единственное, что тут укладывать, как? Я вот когда они приготовятся, укладываю не в баночки, вот как сейчас у меня здесь, а просто вот в такой, беру вот такой контейнер, я вот перестелила вот такой пленкой и уложила их туда слоями. Теперь я его в контейнер вытряхнула, потому что я не буду же всю зиму контейнер занимать. И вот этот брусочек я сейчас положу в чистый целлофановый мешок, напишу томаты запеченные, и все. И положу в морозилку хоть на полгода, хоть на год, хоть на 8 месяцев. В заморозке он не испортится. Но сейчас расскажу один нюанс, что я изменяю в этом рецепте при вот таком, при хранении в заморозке. Когда я делаю стерилизацию в баночках или в масляной заливке, я все делаю так же, как для свежего употребления. А при замораживании немножко рецепт меняю. Делаю все так же, но без чеснока. Укладываю на смазанный маслом противень, раскладываю их. Я даже раскладываю уже не обязательно вот так вот по одной. Вот тут мелкие, сорт янтарный, потом сорт челнок, чудо-лентяя. Янтарный очень меленький, его сложно разложить по одной. Я прям просто ровным слоем и вот этой смесью посыпаю. После подсыпки так же отправляю в духовку на 1 час. Ну примерно 50 минут, час, час 10. Это зависит от массы томатов, смотря сколько вот здесь на лист входит. Вот в этот раз у меня побольше, около 2 килограммов. И после запекания я их укладываю в контейнер, но чесноком я уже их не посыпаю. Потому что я подумала, что чеснок после заморозки, он потеряет свои свойства и полезные свойства. И вообще уже аромат будет не тот. Я буду чеснок добавлять зимой. После того, как я их разморожу, послойно разложу чесноком вот этим давленым, немножко добавлю. И после того, как они час-два постоят, я буду их употреблять. Ни разу не замораживала запеченные томаты. Этот рецепт взяла из сообщений зрителей. Те, которые начали делать запеченные томаты, они тоже ищут варианты сделать вот это прекрасное блюдо заготовкой на зиму. И вот замораживание вот этих запеченных томатов, мне кажется, это идеальный вариант. Я-то делала стерилизацию в баночках. Я буду делать и стерилизованные в баночках, и замороженные. И посмотрю, какие из них лучше сохранятся. Но уже те люди, которые на своем опыте попробовали заморозить, говорят, что никаких свойств эти томаты, запеченные после заморозки, не теряют. Блюдо такое же вкусное, такое же ароматное. С травами, с приправами ничего не случается. Я вот только решила не добавлять чеснок. Чеснок буду добавлять зимой. Сейчас я их в духовку. Потом буду укладывать в контейнер. Ну а те томаты, которые не на заготовку, не на зиму, не для длительного хранения, вот которые у меня в баночке хранятся, я их кушаю каждый день. И ем, конечно, не просто томаты, а экспериментирую, придумываю всякие разные новые салаты, рецепты изобретаю. И вот мне очень понравилась свекла отварная, шорканная, вот с такими запеченными томатами. Томаты, они же уже с чесночком, они с приправами. Свеклу одну есть не всякий. Может, ну нет, есть-то может, но не всем она нравится. Она же более как бы вкусный, очень выраженный. И вот 50 на 50 делаю 50% вот этих томатов запеченных, ароматных, чесночных, вкуснейших. А 50% свеклы отварной, тертой. Ну свекла идет для здоровья, томаты для удовольствия. Получается салат наивкуснейший. Ну вот по моему вкусу. Прекрасно, все там гармонично сочетается. Так что дело за нами. Когда есть в огороде, что готовить, включайте фантазию, придумывайте новые рецепты. Я уже вот даже записывать, иногда не успевая, одно придумаешь, другое, третье. Надо, наверное, все-таки тетрадь пополнять. Новые рецепты, они оказываются не хуже тех, которые мы делаем много-много лет подряд. Но такого я не ела и нигде я не видела, чтобы была свекла отварная, с томатами запеченными, с прованскими травами. Очень вкусно.